Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ласт Фуари Беларусь. Я Ласт Фуари, это битва за Льеш, бельгийский город, там были крепости, и мы будем отбиваться от немцев, которые думают через Бельгию пройти до Франции, посмотрим получится ли у них, я надеюсь что нет, но как повезет, я надеюсь что повезет. Итак, у нас есть некоторые крепости, крепость, понятно, фортификация не одна, здесь у нас кусочек города, чтобы символизировать то, что мы собственно обороняем, и там же есть небольшая точка, ну и немецкие базы, от которых мы будем отбиваться, посмотрим как у нас с техникой, не очень наверное с техникой, я высажусь здесь, может быть тут получше, возможно нет, но у нас винтовки, только винтовки, да, тогда возьмем ту винтовку где больше гранат, ну и пошли. Ну это конечно техника, но только хиленькая техника, ладно, щита поделать, поехали. Ух ты ё-моё, дирижабль, совсем как Battlefield 1, который тоже про Первую мировую, но только в официальной своей ипостаси. Так, ну ладно, куда мы едем? Мы едем на Перот. А раз так, значит выбираем эту дорогу, у меня целая компания гавриков, которые едут со мной, надеюсь не ушибутся. Здесь дороги маленько перегорожены, что конечно нас замедляет, но не очень. Окей, чуваки, вы высадились, я ваше желание уважаю, это лучше чем сдохнуть все вместе, однако я-то собираюсь как-то прорваться к нашему южному флангу, так что такие делишки. Чтобы не отсвечивать своей скромной персоной, я как-нибудь спрячусь, чуть-чуть. Ну а чё, ещё есть желающие? Или как? Я же коняшка наша вон там где-то, но только она стоит, вместе со всадником. Это не здорово. Ты, падла, что творишь? Ещё есть козла и козлята. Здесь довольно большой и широкий радиус захвата флага, что конечно не помогает делу. Стоять, падла! Жаль, что не я его доконал, но тем не менее. Посмотрим, что и как этого товарища, то мы никак в них всё не захватим. Даже как-то не очень здорово это. Толи желающих на точку много, то ли ещё что. Вот где-то здесь заканчивается радиус захвата. Может быть мы и не можем захватить? Тоже такое бывает. Что точки блокируют. Давайте попробуем ещё чего-нибудь, а то мне так скучно, понимаете, торчать на одном месте. Тем более, что здесь даже укреплений никаких нет. Так что поехали. Ах ты! Не судьба! Так, в какую сторону здесь выходить? Вроде бы может быть в этом. Может быть не совсем. Форд здесь не то чтобы совсем замысловатый, но несколько углов есть. Окей. А может мне перебраться таким образом может быть? Да, вполне себе. Я бы даже сказал, это не просто стена оров. Что, честно говоря, я у них не ожидал. Когда находился внутри. Но однако же. Мы побежим вперёд и побежим туда. Карта с одной стороны могла бы быть интересной, но пока что я только бегаю в поисках непонятно чего. Так, немцы завоевали фланг. Посмотрим, что у них дальше, как пойдёт. У нас есть один товарищ прямо здесь и есть ещё один вроде бы. Вон там всадничек, который не живой, не мёртвый. Давайте мы как-нибудь доберёмся до флага и там может быть уже будет чуть-чуть получше. Как вы думаете? Можем ли мы вообще отбить это счастье? Я могу кого-нибудь застрелить из винтовки. Это уже что-то. Не то чтобы это совсем не часто бывает на не каждый раз. Сбросить хотя бы флаг на нейтральный мы сможем? Или наша вся функция заключается в том, что мы сдерживаем оборону фартов и никуда не продвигаемся? Даже скучно. Хорошая пушка. Далеко стреляет. Толком, правда, не видно куда стреляет. Если только от третьего лица не пытаться как-то их чудо хоть. Но и даже в этом случае, понятное дело, что видно не идеально. Но вообще, конечно, идея прикольная. Поворотная такая конструкция. Привет. Успею? Наверно, нет. А, не, нормально. Правда, слишком близко. Тут сложно наводиться. Хотя я рассчитывал, что его снаряд как-то убьёт всё равно такими осколками. На разлёт. Осколков не очень большой. Как видите, я пропускаю большие куски геймплея. Судя по счёту, да, не сложно догадаться. Но это дело в том, что здесь играть скучно, по крайней мере, за бельгийцев. Совершенно не интересно. В общем-то, немцы хотя и пытаются захватить, и у них даже людей больше, чем у нас. Ну, немного. Однако, структура карты такова, что нам, бельгийцам, соответственно, здесь захватывать нечего. Эти точки, видимо, фланговые, они исключительно для немцев предназначены. Мы могли бы здесь как-то стоять, пытаться их не допускать до захвата. Но это тоже не очень интересное дело. Вот они северный фланг захватили. Ну и что с того? Даже с двумя ботами, которые противостоят врагу, всё равно они там не продвинулись. На северном направлении и на южном, в принципе, тоже. Пока я здесь немножко в середине бегал вокруг, это никак не помогло превосходящим, как бы на бумаге, силам противника. Поэтому, ну, давайте кого-нибудь застрелим для порядка. Карта красивая, разброс точек хороший, но только за союзников играть здесь, да, Тантанто, не очень. Привет, ещё один. Отстреливаем мальчиков-зайчиков. Девочек же здесь вроде нету, правда? Пойдём дальше, посмотрим чего-нибудь, найдём кого-нибудь. Главное, свои позиции не слить. У них теперь есть оба фланга, у врага, в смысле. Но, учитывая, что у них осталось 146, 145, пардон, тикетов против наших, да, почти 350, и это довольно-таки анекдотично и забавно. Ага. Эй, давай, сволочь. Да, я и забыл, что здесь анимация такая. Пока последний патрон не вычелкнешь, хотя уже пустая обойма. Хрен, что сделаешь. Ага. Ну вы, ребята, идиоты. Кто-то до меня всё-таки догадался пушкой выстрелить, но эти несколько придурков вообще даже не шевелились, не пытались выбраться из-за, собственно, да, грузовичка. Пока по ним явил огонь, что я нахожу довольно забавным. Ну, сейчас мы хотя бы залегли в бою. У меня вот уже почти прибьют, да? Но, по крайней мере, мы несколько тикетов как-нибудь себе получим. Успею? Да. ОФ-15, кстати, гранат называется. Оказывается. Чего стоим? Кого ждём? Да. Тяжело стоять. Понимаю тебе, чувак. Честно говоря, нет, не понимаю. Просто присловие. Давайте ещё кого-нибудь убьём. Кто у нас гости на горизонте? Хорошо, винтовка стреляют. Ну, относительно. В целом, в общем. А, ну. Это получше. Давай-давай, перезаряжайся, скотина. Хорошо. Еще немножко. Нет. Вряд ли. Сволочь. Изменил направление движения. Красно. У нас зато есть более неподвижная цель. Если мы успеем. А то эта неподвижная цель по мне ведёт огонь. Ммм. Наконяшки. Всего лишь несколько пикселов вдали. Поэтому попасть мне немного сложно. Несколько более далеко, чем хотелось бы, но тем не менее. Что, манёвры, чуваки, у вас? ПОХОТИТЕЛЬНЫЙ ПОХОТИТЕЛЬНЫЙ ПЕСНЯ Для меня существенная часть геймплея Battlefield'erskava это выглазки за пределами своей линии, чтобы чего-нибудь захватить, но здесь захватывать-то нечего. Если только сам специально не сольешь пару своих позиций и свить их довольно сложно, как вы видите. Так что, да. Половинка того, ради чего я играю в Battlefield, здесь отсутствует. Хотя деревья хорошие, скайбокс тоже ничего. И фортики всякие тоже. Вполне себе соответствуют и периоду, и выглядят они со стороны. Вполне себе, так сказать, респектабельно. Но мы победили. Я не скажу, что меня это воодушевляет. Карта получает нейтральную оценку, потому что она работает нормально, боты не гличат, ну почти. Однако за одну из сторон играть неинтересно. Ввиду настроек фланговых точек. Если у вас есть свое мнение на этот счет, то вы можете его ставить в соответствующие секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь им в социальных сетях. Я был Last of War с канала Last of War Беларусь. До встречи в следующий раз. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин